Добрый день, мы рады вас приветствовать. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Юлия Чумак, я адвокат, член профсоюза адвокатов России. Занимаюсь арбитражной практикой. И, собственно говоря, на эту тему мы сегодня с вами и поговорим. Всем здравствуйте, меня зовут Саида. Я юрист. В юриспруденции уже более 10 лет, поэтому мы, как никто, знаем, какие бывают вопросы при ведении бизнеса и с какими проблемами сталкиваются в судебных процессах граждане, которые вынуждены туда обращаться. Сегодня у нас тема дебиторской задолженности, нюансы судебных разбирательств и налоговые проверки. Нередко бывает, когда вызывают генерального директора в качестве свидетеля для отдачи показаний в налоговую инспекцию. На этом мы остановимся подробнее. Также расскажем про все нюансы судебных разбирательств. И, в принципе, начнем с того, что такое вообще дебиторская задолженность. Каждый собственник бизнеса вынужден приобретать, покупать, заказывать как товар, так и услуги. Возьмем на примере бельевого бизнеса, когда необходимо выступать в качестве заказчиков, например, того же нижнего белья. И, к сожалению, человеческий фактор, он имеет такое место, что не все бывают добросовестны. И рано или поздно, когда мы начинаем бизнес, мы думаем, что мы не столкнемся с проблемами, что все будет хорошо, все замечательно, все поставщики проверенные, все заказчики отличные. Но рано или поздно бывают моменты, когда все-таки возникает недопонимание и образуется задолженность, например, за неоплаченный товар или за невыполненные услуги. Это как раз-таки и подразумевается дебиторская задолженность, которую в дальнейшем необходимо будет в порядке досудебного либо судебного урегулирования взыскивать. Да, вот план у нас отражен на мониторе. Как раз-таки про эти пункты мы сегодня и будем рассказывать. Итак, начнем мы, пожалуй, с профилактических мер. Прежде всего, заключая договор, перед заключением договора необходимо проверить контрагента. На наш взгляд, это один из основных этапов, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке. Скажите, пожалуйста, перед заключением договора вы вообще проверяете контрагентов или нет? Каким образом? Отлично. Кто еще проверяет? Молодцы, молодцы. Обязательно, да. Мы с вами поговорим чуть позже, для чего это необходимо, для того, чтобы в дальнейшем обезопасить себя в случае, если вас вызовут в качестве свидетеля сотрудники налоговых инспекций. И, соответственно, необходимо будет давать объяснение по этим вопросам, почему конкретно с этим контрагентом был заключен договор и каким же образом данный контрагент проверялся вами или нет. Сразу скажу свою рекомендацию. В обязательном порядке, опять же, мое личное мнение, когда вы проверяете контрагента, делаете скриншоты и прикладываете к договору, который в дальнейшем будет вами подписан, к этому договору подкладываете подтверждающие скрины о том, что данная компания проверялась. У данной компании на тот момент, когда вы заключали договор, например, имелось только, было, например, одно, либо несколько судебных разбирательств, и так далее, и так далее. То есть ваша задача показать, что вы, прежде чем заключили договор с данным контрагентом, вы со своей стороны сделали все возможно для того, чтобы его проверить на его добросовестность. Далее. Переговоры. Итак, случилась, к сожалению, такая ситуация, что вы обнаружили, что у вас имеется дебюторская задолженность. Что же мы делаем? Мы с Саидой всегда рекомендуем вообще абсолютно по всем категориям дел решать вопросы путем переговоров. То есть самый идеальный вариант, самый безболезненный и самый финансово менее затратный – это, конечно же, попытаться решить вопрос миром. Мы отзваниваемся, мы пытаемся договориться. До момента, как вступать в судебное разбирательство, идеальным вариантом было бы подписание акта сверки обязательно, потому что, когда вы войдете в фазу препирательства, далеко не все контрагенты будут готовы с вами подписать акт сверки. И потом, для того, чтобы идти в суд и уже выстраивать свою линию защиты, конечно же, нужно будет доказать, что у вас имелась некая переписка, там были подтверждающие документы, но акт сверки является одним из таких веских доказательств. Кстати говоря, не так давно у нас с Аидой произошла такая не совсем приятная ситуация касаемо переговоров. То есть у нас была компания на юридическом обслуживании. Я к тому, что далеко не со всеми можно договориться. И мы, естественно, контактировали с генеральным директором компании, проанализировав ту ситуацию, в которой оказалась компания, ввиду того, что они не проверяли контрагентов, они не соблюдали трудовую дисциплину, о которой следует чуть позже расскажет, к чему это в конечном итоге привело. Мы пытались, как и со всеми нашими клиентами, попытаться обговорить все моменты, все нюансы для того, чтобы обезопасить дальнейшем данного клиента, для того, чтобы у него в дальнейшем не было, либо если они будут в любом случае, то минимальные риски возникновения, либо привлечения к административной ответственности, либо иные разбирательства. И вот впервые за всю свою практику я столкнулась с человеком, с генеральным директором, который не умел делегировать полномочия. Конечно же, с такими первыми лицами компании тяжело выстраивать отношения и тяжело как-либо договориться. Поэтому единственный вариант – это только переписка. Вообще мы считаем и склоняем всех к тому, что необходимо для того, чтобы в дальнейшем выходить в суд. Конечно же, мы изначально, когда заключаем договора, мы не планируем идти разбираться и отставить свои интересы в суде. Мы всегда думаем и надеемся, что компания, либо контрагент, с которой мы планируем работать, сотрудничать, будет оказывать услуги, либо осуществлять иные моменты надлежащим образом. Но не, к сожалению, всегда так получается. Поэтому в обязательном порядке сохраняйте всю переписку. Когда вы заключаете договора, обязательно там прописывайте электронную почту свою и контрагента. Для того, чтобы если вдруг будет судебное разбирательство, и вам необходимо будет собрать доказательную базу, то отсылка на электронную почту в договоре будет свидетельствовать о том, что эта конкретно почта принадлежит одной и второй стороне. Это важно. Потому что была ситуация давным-давно у меня в практике, когда я пошла в арбитражный суд города Москвы, и мы, соответственно, представили в качестве доказательств переписку. И у судей возник вопрос. Скажите, пожалуйста, чем вы подтверждаете, что конкретно эта почта, этого сотрудника принадлежит к этой компании? Может быть, это какое-то там другое лицо, заинтересованное в положительном разрешении данного вопроса? Поэтому очень важно относитесь перед заключением договора ко всем пунктам, которые прописаны. Еще один важный момент, на мой взгляд. В договоре обязательно нужно прописать подсудность. Подсудность. Кто знает, что такое подсудность? Отлично. То есть мы должны прописать с вами в случае возникновения спора, в каком суде будет рассматриваться наше дело. Если мы находимся в Москве, Московской области, то, конечно же, лучше, а контрагенты находятся в регионе, то, конечно же, лучше, чтобы подсудность была именно Москва, Московская область. Потому что практика у нас в разных регионах совершенно разная. Нанимать представителя, который будет ездить из Москвы в регион, представлять интересы вашей компании, тоже, на мой взгляд, несколько затратно. Поэтому с точки зрения экономической целесообразности, конечно, рекомендовала бы вам прописывать подсудность именно в том регионе, в котором вы проживаете непосредственно. Так, далее. Претензионная работа и досудебное урегулирование. Если в устном порядке не получилось никак решить вопрос, если путем переписок через электронную почту они смогли добиться погашения задолженности, которая имеется перед компанией, остается следующий шаг. Это у нас направление претензии. То есть досудебное урегулирование, так и называется. В арбитражном кодексе у нас четко прописано, что прежде чем обратиться в суд, необходимо соблюсти досудебное урегулирование. То есть вам необходимо направить претензию второй стороне для того, чтобы попытаться очередной раз решить вопрос мира. Претензия обычная, шаблонная. То есть, как правило, самое главное, вы обязательно указываете эти требования, которые в дальнейшем пойдут у вас и будут отражены в иске. То есть вы не можете пойти обратиться в суд с иными требованиями. То есть в претензии обязательно укажите на основании, чего было, ваши взаиморасчеты. Ссылайтесь на договор, ссылайтесь на товарные накладные, либо на иные документы. Возможно, на какую-то некую переписку, о которой мы тоже поговорим чуть позже. Расскажем стоит о практике, что можно взять в качестве доказательной базы, использовать в суде, и что вообще применимо, неприменимо, и как суды вообще реагируют на ту или иную документацию. Направляем претензию. Вообще, я думаю, вы, наверное, тоже, чем так же поступаете. Когда мы отправляем какую-либо корреспонденцию абсолютно любому лицу, направляйте всегда с описью. Любой документ отправляем с описью вложения. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем можно было подтвердить, что конкретно в этом письме у вас была направлена претензия, а не какой-либо там иной документ, который, собственно говоря, не относится и не будет относиться к разбирательству. Когда-то давно-давно я столкнулась с такой ситуацией, тоже в арбитражном суде, когда вторая сторона представила документ, она представила опись, и в описи было написано, письмо там такое-то, хотя на самом деле мой клиент получил чистый бланк. То есть там был один лист документа, и второй лист был просто чистым. А по факту там они сослались, что там договор номер такой-то, там акт такой-то, ну не помню уже что, но помню, что какие-то документы, подтверждающие именно деятельность между двумя организациями. Если вдруг у вас складывается ситуация, что вы, открывая конверт, обнаруживаете, что там пустой лист, что в настоящий момент я вот твердо уверена практически на 100%, что при направлении корреспонденции сотрудники почтовых служб, они проверяют, что же вкладываете в конверты, как минимум. Ну иногда бывают исключения. И вот если случается такого рода исключения, что нужно делать? Необходимо открыть конверт при получении сразу на почте. И в случае, если вы обнаруживаете, что опись, которая вложена в данный конверт, не соответствует тому, что там находится, необходимо составить акт прямо на почте. И акт должен подписать сотрудник почты. Как у нас обычно бывает в жизни? К нам приходит корреспонденция, получает секретарь, открывает, а там уже… Ну в этом случае, опять же, как вариант, пусть это будет заинтересованное лицо в составлении данного акта, но в любом случае необходимо данный факт тоже подтвердить, зафиксировать, сделать фотографию, подписать двумя сотрудниками, секретарем и еще иным лицом компании. Соответственно, в этот же день либо в ближайшее время направить письмо к данному контрагенту с описанием всей ситуации. То есть ваша задача – оперативно реагировать и реагировать письменно. Так, далее у нас с вами идет судебное разбирательство. Претензия направлена. Согласно арбитражно-процессуального кодекса, с момента направления претензий и до подачи искового заявления в арбитражный суд должно пройти не менее 30 дней. Это важно. В противном случае суд у вас приостановит ваше исковое заявление в связи с тем, что у вас не был соблюден досудебный порядок урегулирования спора. Подается исковое заявление. Значит, в иске вы обязательно также ссылаетесь на договор, который был заключен, на подтверждающие первичные документы, на переписку в разном виде. То есть либо это смс, может быть переписка. Но опять же, смс-переписку я не рекомендую. У нас сейчас очень активно используют граждане переписку путем ватсапа. То есть когда переходишь уже в некие доверительные отношения, то некоторые переходят в черту и начинают общаться с контрагентами по ватсапу. Ну что, как там, когда ты пришлешь и так далее, и так далее. Имейте в виду, что для того, чтобы доказать, что этот телефон принадлежит конкретно этому лицу. Опять же, возвращаемся к доказательной базе. Необходимо, чтобы данный телефон был прописан в договоре. Если он не прописан по ходатайству стороны заинтересованной, то есть если вы являетесь истцом, необходимо сделать запрос к оператору с тем, чтобы подтвердили, что конкретно этот номер телефона принадлежит данному лицу. Гораздо хуже, если лицо будет в суде опровергать эту переписку и говорить о том, что да, это мой телефон, но на самом деле я не ввел переписку, кто-то взял мой телефон, и кто-то переписывался от моего имени. Поэтому, опять же, рекомендуем. Плюс суд у нас принимает переписку только заверенную нотариально. Чтобы ее заверить нотариально, достаточно объемные, когда переписки, это очень большие финансовые потери, потому что заверить один лист скриншота стоит минимум 15 тысяч рублей у нотариуса. Это минимум. А переписка, как правило, в WhatsApp, она очень объемная, поэтому здесь, чтобы надлежащее доказательство представить в суд, придется потратиться еще финансово. Да, на самом деле это очень важный момент, причем эта рекомендация не только в части арбитражного суда, но и в судах общей юрисдикции. Если вдруг случится такая ситуация, что вам необходимо что-то подтверждать, именно в части переписки с другими гражданами, то имейте в виду, доказательной базой будет именно нотариальное заверение вашей переписки. Так, судебное разбирательство. Итак, продолжаем сами дальше. Подали иск. Обязательно к иску прикладываем подтверждение того, что со второй стороной было до судебного регулирования совершено. То есть в качестве подтверждения мы прикладываем опись и чек направлений. Далее. Оплачиваем госпошлину. Калькулятор госпошлины, если у вас нет юриста, калькулятор госпошлины расположен также на сайте арбитражного суда в том регионе, где вы собираетесь судиться. Оплачиваем госпошлину. Оригинал платежного поручения мы прикладываем к нашему исковому заявлению. Вы имеете право взыскивать юридические расходы, расходы на экспертов, которые понесли в порядке, возможно, до судебного регулирования, если необходимо было что-то доказать. Далее вы имеете право на компенсацию госпошлины и также иные расходы, которые, возможно, если привлекали иных экспертов, для того, чтобы доказать свою позицию. Судебное разбирательство у нас длится. В арбитражном суде у нас судебное разбирательство длятся не менее шести месяцев. Это только то, что прописано в арбитражно-процессуальном кодексе. Но на практике, как правило, все бывает значительно сложнее. И суды длятся и годами в том числе. То есть это тоже нужно иметь в виду, прежде чем выйти в судебный процесс, понимать, что за один день решение вам никто не вынесет и взыскание не произойдет, если у вас есть основания для обращения к взысканию. Итак, предположим, что вы отсудились. То есть первая инстанция вынесла решение. С момента вынесения решения у вас есть 30 дней для того, чтобы его обжаловать. В юриспруденции очень важны сроки. Очень важно их не пропустить. Конечно же, арбитражно-процессуальным кодексом предусмотрено направление ходатайства. Ходатайство – это как просьба к суду с тем, чтобы вам восстановили срок для подачи апелляционной жалобы. То есть мы говорим части, если вы пропустили срок для обжалования апелляции. Но далеко не все суды восстанавливают этот срок. Для этого должны быть очень веские основания. Например, лежали в больнице, находились за границей, физически у вас в штатном расписании нет юриста, нет лица, который мог бы подготовить апелляционную жалобу и соответственно подать ее в срок. Только при таких условиях вам суд восстановит срок для подачи апелляционной жалобы. Кто-нибудь судился в апелляции у нас или нет? Я смотрю, вы очень опытные, да? Да. Значит, в последнее время практика у нас в апелляции немножечко изменилась. Раньше, согласно официальной статистике, порядка 17-19% решений судов у нас были изменены в апелляции. Хотя, как показывает практика, этот процент гораздо ниже. Если ты попадаешь в апелляцию, считай, что твое решение устоит с большей долей вероятности. Поэтому всем клиентам рекомендуем, если вы, так сложилось, что вам придется отстаивать свои интересы в суде, отстаивать интересы компании свои в суде, обязательно сделайте максимум, соберите максимум доказательной базы на этапе первой инстанции. Потому что, когда наступит апелляция, суд не примет ваши доказательства за исключением одного момента. Если вы не могли представить эти доказательства, в рамках первой инстанции сможете это обосновать. Если, например, вы в силу каких-то моментов не могли, например, направляли запрос, но он не пришел вовремя, а пришел уже к моменту, когда вы подали апелляционную жалобу, только тогда суд может принять эти доказательства. В противном случае, если вы что-то не учли, апелляция рассматривать эти документы просто-напросто не будет. Вы подали апелляционную жалобу, назначается заседание. В апелляции у нас находятся три председательствующих судьи. Один председательствующий и два судьи рядом. Три человека, три судьи рассматривают вашу апелляционную жалобу и наставание нее выносят уже свое решение. И в этот момент, как только огласится результат по рассмотрению вашего дела, решение суда вступает в законную силу. В этот момент. Дальше, конечно же, от того, как вы будете дальше идти в касацию либо идти дальше, обжаловать данный судебный акт. Судебный акт уже вступил в силу. Поэтому наступает у нас исполнительное производство. Для того, чтобы взыскать деньги, есть такая небольшая рекомендация. То есть у нас некоторые не знают об этом, получают исполнительный лист и, соответственно, дальше его относят к судебным приставам. И ожидают, когда спустя длительный период времени данное решение будет исполнено. В силу того, что судебные приставы у нас очень заняты, решение суда может быть очень долго исполняться. Вы можете сделать следующим образом. Вы берете исполнительный лист, узнаете действующие реквизиты в банке, в котором открыт расчетный счет компании вашего контрагента, пишете заявление, подаете заявление вместе с исполнительным листом и в течение, по-моему, 5 дней, 5 рабочих дней банк исполняет данное решение. Таким образом, вы получаете в самый кратчайший срок свои денежные средства, если на тот момент денежные средства есть. Я хочу подробнее остановиться все-таки на судебных процессах, потому что это очень сложная тема, и всю информацию, которую мы говорим, она может вами просто не восприниматься, поэтому мы постараемся без статей, без юридической терминологии, простым языком объяснить, как на практике все-таки проходят судебные разбирательства и какие бывают нюансы. Что касаемо срока, мы уже говорили, 6 месяцев это в арбитражном суде. Опять же, стоит заметить, что у нас есть суды общей юрисдикции, это суды, которые рассматривают споры между физическими лицами и между юридическим и физическим лицом. Например, если кто-то купил комплект белья, возник спор, хочет его вернуть, тогда физическое лицо, подав на продавца, на юридическое лицо, обращается в суд общей юрисдикции. Это, например, Симоновский суд, Замоскворецкий районный суд, в зависимости от территориальности. Что касаемо споров, например, между заказчиками и поставщиками, когда выступают юридические лица и с одной, и со второй стороны, то у нас рассматривают арбитражный суд. Берем на примере города Москвы. Срок рассмотрения 6 месяцев. Но, как правило, все длится значительно долго, и на стадии судебного разбирательства возникает масса вопросов. Если есть вся доказательная база, есть акты сверки, подтверждена задолженность, то, естественно, судебный процесс может пройти в упрощенном порядке. В упрощенном порядке это без вызова сторон. То есть ни естественные ответчики не вызываются, суд рассматривает дело на основании тех документов, которые есть, и выносит решение. Но если возникают вопросы, естественно, сторонам необходимо будет явиться в судебный процесс. У нас частенько не приходят повестки, хотя законом предусмотрено, чтобы суд извещал стороны о судебном заседании. Но на практике повестка может прийти либо в день судебного заседания, либо после судебного заседания, и вы об этом могли не знать в принципе, что на вас было подано в суд, например, или по вашему делу должно было состояться судебное разбирательство. Информацию можно отслеживать на сайтах судов, либо путем пытаться дозвониться. Сейчас в силу того, что у нас была очень сложная эпидемиологическая ситуация, суды перешли на систему онлайн судебных заседаний. Для нас это было тоже новшеством, потому что есть понятие видеоконференц-связи, когда, например, судебный процесс у нас проходит в Москве, а ответчик находится в Мурманске. Вот у меня было дело, мы судились с военной прокуратурой именно в Мурманске, и так как они не могли прилететь к нам в Москву, судебный процесс прошел путем видеоконференции. Но, опять же, необходимо отметить, что видеоконференция – это такое же, так скажем, обязательство подключиться к судебному процессу. Но бывают технические неполадки, бывают, что просто не произошло подключение к каким-либо, или они не пришли, например, в тот суд, в который должны были. Видеоконференция проходит из суда. Например, в Мурманске они пришли в гарнизонный суд военный, подключились, там также сидит судья, там также сидит секретарь, только это происходит в другом регионе. В Москве у нас тоже, например, я сижу, как там ответчик или как истец, также секретарь, также судья, только в Москве. И, естественно, мы подключаемся по видеоконференции, у нас получается двое судей, секретарей и стороны, которые участвуют в процессе. А в период эпидемии вели такое онлайн заседание, то есть ты можешь, сидя дома, выйти в судебное заседание. Кстати, было масса таких нюансов, когда кто-то там в горячих странах выходил, чуть ли не топлис в купальниках в судебном заседании, кто-то, у кого-то кошка дома маячила перед экраном. Ну, это еще не отработанная схема, но она имеет место быть и активно водится непосредственно в судах, чтобы упростить, и гражданам было проще не прилетать с других регионов для рассмотрения судебных споров. Что касаемо… Еще один момент дополню. Не так давно я была в касации арбитражного суда Московского округа. Мы судились в ДГИ, Департамент городского имущества. В силу того, что у них очень много заседаний, то, к сожалению, сотрудники не успевают присутствовать на всех из них. И у нас отложилось заседание в связи с тем, что вторая сторона, то есть ДГИ, они смогли выйти в прямой эфир для того, чтобы отстоять интересы своей страны. Мы перенеслись на некоторое время. Далее, опять же, путем видеоконференции, путем ходатайства. Для того, чтобы в таком роде было рассмотрено дело, необходимо направлять ходатайство в суд заблаговременно. Они направили буквально накануне данное ходатайство. Во второй раз, когда мы уже вышли в прямой эфир, вторая сторона не подключилась. И дело было рассмотрено без нее. Поэтому нужно понимать, конечно же, до момента, пока вся эта система не будет налажена должным образом, если вдруг вы решите по некоторым причинам в силу экономии времени либо еще каких-то моментов, таким образом судиться. То есть да, безусловно, у вас есть такое право, да, есть такая возможность. Но если по техническим причинам не произойдет контакт, будьте готовы к тому, что вы не сможете отстоять интересы своей компании. Вот лично мое мнение, пока эта система не будет до конца обкатана, я буду ездить, я буду присутствовать на каждом заседании. И мне кажется, это правильно, да, потому что вы должны отстоять интересы, вы должны донести свою точку зрения, свою позицию до суда. И есть такое еще, на мой взгляд, какое-то такое внутреннее мое убеждение, что когда ты смотришь в суде в глаза, происходит некий контакт, да, некий обмен. Иногда можно просто прочувствовать человека, правильно выстроить свою позицию и донести, ну и, соответственно, получить нужный результат. Да, как правило, именно в судебном процессе возникает масса вопросов, и суд, например, первое заседание у нас, оно является предварительным. В обиходе судебной практики оно называется беседа. То есть это для того, чтобы суд в лице судьи, да, понял, какие ему необходимы дополнительные информации, какие, может быть, доказательства вам необходимо представить. Поэтому на первом предварительном заседании судья как раз-таки озвучивает все вопросы, которые могут быть в судебном процессе. Потом у нас назначаются основные заседания, но они имеют место переноситься и довольно частенько, по разным причинам. Например, какие-то документы не были предоставлены, или судья заболел. У нас нет замены судьи, например. Если судья заболел, рассматривал ваше дело в редкий случай, когда передадут кому-то другому. Нет. Вот у меня за последний год, наверное, чуть ли не каждый второй процесс переносился только из-за того, что судьи болели. Или в отпуске. То же самое. У нас дела не передаются другому судьи. Очень редко. Если прям необходимо рассмотреть здесь и сейчас и требуется вынесение решения. Поэтому задача в судебном процессе достаточно полно, достаточно объективно поддержать свою позицию. Помимо того доказательных документов, которые вы будете предоставлять, необходимо ваше мнение, которое будет озвучено в судебном процессе. Раньше было такое, что казалось, если ты эмоционируешь в суде, повышаешь голос, пытаешься в эмоциях рассказать, что-то там доказать, споришь со второй стороной, то это считалось круто. И считалось, что юристы, которые так себя ведут, они мега крутые. Но сейчас суд очень строго рассматривает твое поведение в судебном процессе. Вплоть до того, что делаются замечания в протокол, если ты себя ведешь непозволительно, как, например, у меня оппоненты выступали, два адвоката на второй стороне, которые просто перебивали и меня, и судью. Естественно, повышали голос, не давали ничего сказать, просто пытались перебить. При этом не предметно, а вот в плане эмоций. И суд, естественно, объявил им замечание с занесением в протокол, плюс данное замечание отправляется в компанию, где работает данный представитель, либо просто лицо, которое пришло представлять интересы. Естественно, данная информация отправляется работодателю, либо в адвокатскую палату, где ты числишься в качестве адвоката. Поэтому сейчас вести себя в процессе необходимо четко, по делу и коротко. Судьи, к сожалению, выходя в судебное заседание, не всегда знают, какое дело перед ними лежит. Это ни для кого не секрет, потому что кажется, что судья должен знать все. Но на практике получается так, что судья просто выходит, и тут же две минуты пролистал, посмотрел, какие требования, опросительную часть, и кто ответчик, и естественный ответчик. Все. Суть дела может не вникать. Разные судьи бывают. Бывают, конечно, довольно-таки профессиональные, которые наоборот чрезмерно пытаются изучить все обстоятельства дела. Но большинство случаев, когда все это поверхностно, и судьи вот поверхностно прочитали, поверхностно вышли, и выслушали вас в процессе. Поэтому главное выступить в процессе адекватно, понятно и донести ключевую информацию. Потому что говорить можно много, но необходимо сделать акцент на важных моментах. Я бы хотела немножечко остановиться на протоколе. Каждое заседание, в каждом заседании судебно ведется протокол. Как аудиопротокол, да, можно будет прослушать, сделать запрос и прослушать, какая страна что изъявляла так, и в писемном варианте протокол ведется, секретарем заседания. У вас есть пять дней для того, чтобы подготовить замечания на данный протокол. Есть сложная категория дел, когда важен каждый нюанс. То есть есть обычные дела из серии «взыскать денежные средства по договору поставки», где все очевидно, где все прозрачно, все документация есть, все подписано. Просто контрагент по каким-то своим личным соображениям денежные средства не перечисляет. Там все просто. Но есть дела очень сложные, и там важно не упустить ни один момент. Для этого наша рекомендация – затребуйте протокол для того, чтобы, если там будет отражена не совсем верная информация, либо будет несколько искажена, необходимо будет написать замечание на протокол в течение пяти дней. Это замечание рассматривается судьей, и, соответственно, в дальнейшем, для чего это делается? Для того, чтобы в дальнейшем, если вдруг решение суда вас не устроит, то, подготавливая апелляционную жалобу, вы будете ссылаться на то, что такие-таки моменты не были отражены, либо отражены немножко в искаженном варианте. Это важно. Далее. Когда подают сысковое заявление, ответчику надлежит подготовить отзыв. Есть категория граждан, категория предпринимателей, которые считают, что вот, ну да, вот прошел суд, или там будет суд, я возьму и не приду. Ну что они сделают? Ну вынесут они решение, я потом возьму, обжалую и скажу, что вот, ну не знал я, что был в суд. Такие истории в арбитражном суде не проходят. В АПК, арбитражный процессуальный кодекс, там четко прописано, что если вам было направлено по вашему адресу извещение, повестка, да, а также исковое заявление, то есть вы должны были ознакомиться и в срок подготовить свою письменную позицию. Если вы это не сделали, ну скажем так, суд будет исходить из тех документов, которые были представлены одной стороной. То есть если вы решили просто-напросто не прийти, либо там по каким-то причинам не подготовить письменную позицию, суд будет исходить из той доказательной базы, которая была у него на момент принятия решения. Поэтому наша рекомендация, обязательно готовьте письменную позицию, обязательно выступайте в премиях, если вы самостоятельно отстаиваете интересы своей компании. Это важно. Важно донести свою правоту. Перерыв. Да, перерыв в судебном заседании. Это вот мы уже рассказывали, что заседания могут переноситься. Это перенос. А перерыв максимум у нас может быть на 5 дней. Это оптимально тем, что мы не будем ждать месяц для каких-то дальнейших разбирательств. Перерыв для чего может возникнуть? Пришел представитель от вашей компании. Вторая сторона, например, принесла мировое соглашение. Но представителю необходимо согласовать с генеральным директором данную позицию. И чтобы не оттягивать на месяц или на два, мы можем попросить суд объявить перерыв, если мы понимаем, что нам достаточно будет небольшое количество времени. Тогда, ну это может быть от 5-10 минут до 5 дней. Тогда мы можем согласовать позицию, либо позвонить, спросить, выйти в коридор что-то, какое-то мнение. И уже далее продолжить судебный процесс. Про упрощенное производство мы рассказывали. Как раз таки у нас есть суммы, которые могут рассматриваться. То есть это до 800 тысяч рублей, если это юридическое лицо, и до 400 тысяч рублей, если это индивидуальный предприниматель. Еще раз, упрощенное производство – это производство без вызова сторон. Рассматривается без вашего участия. На основании тех документов, которые есть. Но вот ограничения по суммам у нас. То есть если сумма не превышает взыскание 800 тысяч рублей для юридического лица и 400 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя, тогда вы можете в порядке упрощенного производства заявить о рассмотрении вашего дела. Опять же, на сайте арбитражного суда есть такая графа, как картотека арбитражных дел. И каждое лицо, которое является истом или ответчиком, может получить доступ к информации, чтобы не ездить в суд для ознакомления с какими-то дополнительными документами, а иметь доступ именно в онлайне. Там предоставляется код для входа. Естественно, в рамках этой картотеки вы можете посмотреть всю информацию по вашему делу, ознакомиться с документами. И если нужно, сейчас очень активно используется подача электронных документов. Это как с арбитражными судами, так и с судами общей юрисдикции. Непосредственно через портал госуслуг, который перенаправляет у нас. Мы сюда заходим в электронное обращение, он нас переправляет на портал госуслуг, и мы уже можем обратиться в электронном порядке, чтобы не ездить. Сейчас у нас суды очень ограниченно работают, и на прием документов рекомендуется отправка либо почты, либо электронно, потому что посещение сейчас ограничено, несмотря на то, что у нас ситуация вроде улучшается. Но тем не менее в судебный процесс, например, кто-то, если захочет с вами пойти, он не пройдет. На входе проверяется, кто ты, истец или ответчик, либо представитель, значит, у тебя должна быть доверенность именно от того лица, которое назначено судебное заседание, и тогда ты проходишь. Если у тебя документов нет, естественно, в суд ты не попадешь. Так же, как и кто-то забывает паспорт, например, то, естественно, в суд тоже не попадешь. Это нужно иметь в виду. Аналогичная ситуация, позволь я дополню, касаемо свидетелей. Если, допустим, мы пытаемся привлечь свидетелей и не согласовали данную позицию с судом, то нужно будет заблаговременно до судебного заседания явиться, оповестить судью, оповестить секретаря о том, что внизу ожидает свидетеля, либо эксперт, которого вы пригласили для дачи тех или иных показаний. И только после звонка к охране, соответственно, данных лиц пустят в суд. В противном случае они просто не попадут. Наш третий вопрос, касаемый привлечения генерального директора, вызова генерального директора в качестве свидетеля в налоговый орган. В настоящее время это распространенная ситуация. И причем вызывают не только генеральных директоров. То есть мы здесь обозначили как генерального директора. В качестве свидетеля может быть абсолютно… Бухгалтера. Да, абсолютно любое лицо, которое так или иначе участвовало в процессе жизнедеятельности компании. Это может быть главный бухгалтер, как правило. Либо это может быть лицо, которое занималось перемещением ТМЦ, либо еще какие-то… совершало некие операции в рамках компании. Привлекать могут в качестве свидетеля… Кстати, буквально вот завтра, не завтра, послезавтра, да, среда у нас. В среду я иду в следственный комитет с женщиной, которая работала в компании, вела учет товарно-материальных ценностей. Уволилась оттуда два года назад, но в связи с тем, что началась проверка по деятельности данной компании, в рамках уголовного дела ее вызывают в качестве свидетеля. Для свидетеля у нас не предусмотрен адвокат. То есть согласно нашего законодательства можно приходить самостоятельно и давать объяснение без адвоката. Но я это делать не рекомендую. Почему? Потому что, как правило, если вы… Ну, давайте не вы, давайте там… Если гражданин не сталкивался с аналогичной ситуацией, есть у нас разные категории сотрудников, это и налоговых, и сотрудников полиции, которые ведут два разных вида допросов. Есть те, которые доброжелательные, которым ты пришел, дал объяснение и ушел. На этом все, на этом точка. Есть те, которые ведут несколько… ведут некую агрессивную, берут, занимают некую агрессивную позицию и путем простых манипуляций и доводят человека до того состояния, что получают именно то, что ему нужно. Те показания, которые ему нужны. Так, ну давайте, наверное, про штраф чуть попозже, да? В январе месяце… Да, сколько у нас еще времени? Уже. В январе месяце я ходила в качестве свидетеля, со свидетелем, генеральным директором в налоговую инспекцию, не буду называть ее номер. Попался мне инспектор, не совсем опытный, как потом оказалось. И начала она вести опрос. Значит, очень важно, когда вы идете, вы должны понимать, если вы номинальный директор, то это одна ситуация, либо если у вас, например, есть номинальный генеральный директор, да? Либо если вы туда идете, вы должны знать вообще, о чем вы будете говорить. Есть такая замечательная статья 51 Конституции, которая говорит о том, что вы можете не свидетельствовать против себя. Изначально, когда ведется опрос сотрудникам, неважно, полиции, либо сотрудникам налоговой инспекции, изначально спрашиваются ваши анкетные данные. Кто вы, что вы, какое у вас образование, где проживаете, контактные данные, там и так далее. На этом можно остановиться. На все остальные вопросы, если вы не 100% владеете информацией о компании и понимаете, что в каких-то моментах вы можете немножечко не туда завести ситуацию, которая в дальнейшем приведет к негативным последствиям, вы говорите, статья 51 Конституции, Российской Федерации. Я отказываюсь давать показания по данному вопросу. Все. И вас никто не заставит, никто не принудит говорить, свидетельствовать против себя что-либо. Вот возвращаясь к моей ситуации недавнее. В январе месяце я ходила с генеральным директором. Он действующий генеральный директор. Но в силу определенных моментов он не совсем владеет цифрами. Он так и сказал. Вы знаете, если будут задавать вопросы касаемые финансово-хозяйственной деятельности организации, я могу немножечко плавать в этих вопросах. Поэтому, если можно, как-то вы будете мне помогать. Адвокат, который сидит рядом с клиентом на такого рода мероприятиях, он не имеет права отвечать за клиента. И это важно. Это должны понимать. Адвокат, который сидит рядом с клиентом, его задача заключается в том, чтобы не были нарушены права вашего, моего в частности клиента. И когда мы пришли, девочка, которая, ну не девочка, инспектор налоговой, службы начала задавать вопросы. Изначально, конечно же, мы не предупреждали о том, что мой клиент придет с адвокатом. Это тоже такой психологический момент, потому что, когда мы пришли, начали записываться на проходной, предоставил клиент паспорт, сотрудник налоговой инспекции стоял и ожидал, и говорит, ну давайте ваш паспорт. Я достала удостоверение, и буквально через несколько там мгновений я начала замечать, боковым зрением, что человек стоит, волнуется. К сожалению, адвокатов не все любят, потому что понимают, что они не смогут, скорее всего, получить то, что они хотят, для чего они вызвали данного лица. И мне кажется, что важно всегда, когда ты приходишь куда-то, чтобы рядом с тобой был человек, на которого, если что-то, ты можешь положиться. Когда начался процесс опроса данного сотрудника, я ему сказала, говорите статья 51. Но инспектор не знала, что такое статья 51, и в протоколе она записала, просто пишет вопрос и пишет статья 51. Далее… Вопрос чего? Далее, соответственно, это говорит о чем? О низкой квалификации сотрудников. Поэтому статья 51 Конституции. Запомните эту статью и не свидетельствуйте против себя. По окончании мероприятия, по окончании опроса, вам распечатывают протокол, с которым у вас есть возможность ознакомиться. И если в процессе задавания вопросов были вопросы, которые не были отражены в протоколе, либо если они были искажены, как раз для этого сидит рядом с вами адвокат, в которой все эти моменты фиксируют. У вас есть право сделать замечание на данный протокол, только после этого его подписать. По окончании такого рода мероприятия выдается копия протокола, и дальше, соответственно, вы уходите со спокойной душой. Да, к сожалению, время у нас очень ограничено. Мы хотим дать максимум информации, но в связи с тем, что времени остается мало, подведем итог. Что касаемо примеров, хотелось бы обратить внимание на дистанционную продажу. Вы все бизнесмены, берем тот бизнес, которым вы занимаетесь, это бельевой бизнес, и каждый покупатель может рано или поздно сказать, что товар ему не подошел или не понравился. Все мы знаем такую фразу, нижнее белье возврату не подлежит. Но есть исключения в рамках дистанционной продажи. Дистанционная продажа – это когда покупатель знакомится с вашим товаром на вашем сайте, выбирает размеры, исходя из размещенной информации, и покупает. И вот как раз-таки пример из судебной практики, когда мужчина купил подарок своей жене на 8 марта, комплект нижнего белья, стоимостью примерно 10 тысяч рублей. Но когда этот комплект пришел, была осуществлена доставка, стало понятно, что не подошел по размеру. Что делать? Естественно, покупатель обратился с требованием либо заменить, либо вернуть уплаченные денежные средства. Магазин отказался, сославшись на то, что это нижнее белье, и оно, естественно, возврату не подлежит. Тогда был инициирован судебный процесс. Первая инстанция покупателю отказала в удовлетворении исковых требований, а вот апелляция посмотрела с другой стороны. В своем решении апелляция отметила, что так как была дистанционная продажа, продавец обязан в момент доставки товара предоставить информацию о порядке возврата. Если данная информация не была предоставлена, то покупатель имеет право только на этом основании выйти с требованием. У нас при дистанционной продаже сроки возврата 7 дней, если информация была предоставлена. Если информация не была предоставлена, 3 месяца. В течение 3 месяцев покупатель может вернуть товар. И как раз таки в связи с тем, что это была дистанционная продажа и нарушения товарного вида не было, естественно все бирки были сохранены, а информация была покупателю не предоставлена о порядке возврата данного товара и порядке размерной сетки. Суд встал на сторону покупателя. Но здесь помимо того, что продавец заплатил стоимость белья, он еще заплатил 50% штрафа от присужденной судом суммы. Берем из расчета 10 тысяч, например, 5 тысяч это штраф только. Плюс юридические расходы, моральный вред, расходы на оформление доверенности и все текущие процессуальные расходы. На этом примере хочется сделать акцент, что практика может быть разная. Первая инстанция, как видите, вынесла одно решение, апелляция вынесла другое. Но при продаже товара вы должны себя подстраховать, так как на деятельность именно в продажах распространяется закон о защите прав потребителей. А если мы берем суммы значительные, то одни штрафы будут выходить в очень, скажем, финансовую потерю, тоже большую. Поэтому при продаже ваша задача уведомить обо всей информации, которая необходима. Если бы он купил в магазине тот же комплект белья, посмотрев его, выбрав по размеру, то тогда вернуть бы он ему не смог. И суд бы его требования не поддержал. Но так как он выбрал это путем онлайн покупки, естественно, суд встал на его сторону. Вообще это должно быть письменно. То есть приходит товар, вместе с товаром в письменном виде должна быть информация о товаре, о порядке его возврата, в случае если не подошло по размеру или по качеству не соответствует. Потому что бывает, что в магазине мы же можем посмотреть. Вот, кстати, другой… Общая информация на сайте не считается. Нет, общая информация на сайте не считается. Это должно быть именно в момент передачи товара. Если это не было озвучено или не было… Здесь ключевой момент. В письменном виде. В письменном виде если не было предоставлено, значит, уведомления не было. В другом случае, например, когда в магазине вы купили белье, тоже был аналогичный судебный процесс. Девушка купила, а пришла домой, заметила, что там швы неровные. Где-то что-то ей не понравилось. Но суд ей тогда сказал, что она, будучи в магазине, сама посмотрела товар, посмотрела это белье, увидела и должна была заметить все дефекты, которые там могли быть. Поэтому, естественно, суд на ее сторону не стал, потому что мы, как покупатели, должны сами тоже должную осмотрительность проявить. А вот в рамках дистанционной продажи здесь, к сожалению, есть свои нюансы, когда могут взыскать в порядке судебного заседания. Дистанционная, вот обращаю внимание еще раз, дистанционная продажа, она имеет место быть возврату. Даже нижнее белье. Если вы… у нас есть статья 26.1 закон о защите прав потребителей, которая регламентирует дистанционную продажу товара. В дистанционной продаже товара у нас нет ограничений по белью или не белью, на которые мы привыкли ссылаться, что белье является невозвратным. Это дистанционная продажа. При дистанционной продаже человек не может пощупать, потрогать, посмотреть так, как оно есть. Бывает часто, что, например, заказываешь ты одно, приходит совсем тебе другое по качеству. Даже то же самое белье. Так, да, здесь с вашей стороны составляется акт. Да, также вот это по аналогии, как было с почтой России, что у нас там пришел пустой конверт. Точно так же составляется акт, что товар ненадлежащего качества возвращен, что нарушены этикетки, что он, возможно, был в использовании. Естественно, это все фотографируется, делается экспертиза. И уже либо путем переговоров, либо путем судебных процессов, точно так же выставляя в обратном порядке требования, вы имеете право взыскивать сумму. Потому что здесь ключевой момент, чтобы у нас есть дистанционная продажность, что стоит обратить внимание, и на сохранение товарного вида этикеток, чтобы товар не был в употреблении. Тогда, да, тогда может вернуть. Потому что, например, заказываешь ты в онлайне что-то по картинке, это очень красиво, все прям круто, все прям нравится, не могу. А приходит, неизвестно что. Ну, каждый, наверное, попадался. Вот у меня был случай, я заказывала супругу подарок, но нам пришел не то, что вообще на картинке, а там вот тряпочка, вот такая скомканная, которая даже не отражает то, что мы должны были заказать. Поэтому мы, естественно, произвели возврат, и нам произошел возврат денежных средств. Поэтому здесь, если поставщик, продавец добросовестный, то, естественно, вопросов возникать не будет. Если покупатель добросовестный, то, естественно, тоже вопросов возникать не будет. К нам, к сожалению, приходит уже тогда, когда все плохо. К нам не приходит на стадии переговоров, Ну, редкий случай. К нам не приходят на стадии заключения договора, когда можно предусмотреть все риски. К нам приходят уже, когда есть проблема. Поэтому, что хочется сказать, в каждом бизнесе необходимо юридическое сопровождение рано или поздно. И как бы мы не начинали бизнес, ведя, мы думаем, что у нас как раз таких ситуаций не возникнет, споров не возникнет, в суд мы не пойдем. Но в дальнейшем при деятельности все равно рано или поздно споры возникают, и ответственность возникает, и клиенты недобросовестные появляются, и поставщики, и заказчики, и так далее, и тому подобное. Поэтому лишний раз лучше проконсультироваться, если вы не готовы иметь штатного юриста, проконсультироваться, либо пригласить с собой на какую-то сделку, если вы сомневаетесь в ее процессуальности, в юридической составляющей. И тогда уже все риски будут предусмотрены на стадии переговоров. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам большое. Я думаю, наши прекрасные юристы останутся здесь какое-то время, вы сможете у них спросить что-то, потому что у нас показ должен начаться буквально с минутки на минутку. Мы будем вот здесь, вот подойдете, если что, кто хочет спросить. Хотя это было бы красиво, если бы вы стояли, рассказывали про судебную практику, а мимо вас ходили наши полуобнаженные модели. Это был прям такой, прям... Спасибо, кстати, за приглашение, у вас уже второй раз, нам очень все понравилось. Потому что у нас очень... Ну, вы, наверное, единственная с такой тематикой у нас, а она как вот очень важна. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.